Управляющие компании-невидимки появились в Хабаровске. Такое название получили коммунальные организации, которые не выполняют свои обязанности перед жильцами. А их руководство практически всегда вне зоны доступа. Жители дома по улице Карломаркса считают, что их обслуживает как раз такая компания. Сколько их и как бороться с невидимками узнала Ирина Забродина. Крысы вот здесь бегают, я лично видела. Прям вообще. Уже второй год здесь не вывозят мусор и не чистят уличные туалеты. Поэтому кроме твердых бытовых отходов, в кучу льют и жидкие. А куда нам лезть? В туалет туда не лезть, там тоже что говорится. Двор погряз в мусоре, когда сменилась управляющая компания. Теперь Сталинку и еще 30 домов обслуживает ЖКХ-центр. Дыры в крыше, жильцы сами затягивают пленкой. Жалобы писали и в саму управляющую компанию, и на нее. Директора компании видели, один раз приезжал ругать должников. Но, как утверждают местные жители, не платит всего одна квартира. Причина уважительная. Хозяева умерли. Сколько раз говорили, бесполезно. Там давно умерли уже. Счета идут. Счета идут. На мертвые души. Офис управляющей компании, как значится в квитанции, находится на улице Промышленной. Местные жители говорят, что не только сложно найти ее руководителя и с ним пообщаться. Ну и даже, например, оставить здесь письменное обращение. Потому что работает управляющая компания всего лишь раз в неделю. Но сейчас как раз те самые приемные часы. И хоть кто-нибудь, но должен находиться на рабочем месте. Ну вот мы как видим, дверь закрыта. О, какая управляющая компания, такие видимые ручки. Пока перед закрытой дверью пытались дозвониться руководству. Временно недоступен. Появился сотрудник компании. По поводу мусора вы не можете прояснить ситуацию? Не знаете ничего? Я секретарь. Вот как я вам что-то проясню? Просто так пообщаться с руководителем управляющей компании. У жителей нет возможности. Почему? Есть телефоны. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Такие трудноуловимые компании в региональном отделении Народного фронта называют невидимками. Признаки такие. Руководством истрирована уже новая управляющая организация с теми же руководителями. Все идет к тому, что произойдет ликвидация данной компании. И люди через энное количество времени в своих квитанциях узнают, не проголосовав самим, что у них новая управляющая организация. Деньги собираются, работы не выполняются, найти никого невозможно. За невыполнение обязанностей перед жильцами 9 административных дел против компании ЖКХ «Центр» уже передано в суд. В мэрии жильцам советуют искать новую управляющую, готовы помочь. Они могут отказаться от услуг этой компании, выбрать другую управляющую компанию, провести собрание, либо перейти на непосредственный способ управления. По мнению общественников, руководитель ЖКХ «Центр» может повторить судьбу коллеги по бизнесу, владельца компании «27-й регион». Надзорные органы добились того, чтобы эта управляющая компания вместе с директором покинула рынок.